Я хочу пригласить Сергея Колесникова, пожалуйста, вице-президент Федерации Рестораторов Карьеров, он же управляющий партнер компании «Альянс Ательнер». Спасибо. Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, Вячеслав, не знаю, благодарите вас за такую тему. Если честно, когда я ее увидел, мне даже самому стало страшно. Я просто не знал, на кого это положить. На меня можно, конечно, положить все, что хочешь, но в принципе... У меня есть очень четкое представление о том, что, в принципе, понятие туристический либо нетуристический регион, ну, не совсем корректные. По большому счету, если гостиница построена, то она предполагает какой-то поток. Туристы бывают абсолютно разные. И, в первую очередь, по своим целям. Где-то паломнический, где-то спортивный, где-то какой-то, так сказать, корпоративный, где-то бизнес-поток, где-то познавательный. Поэтому, на самом деле, я бы вот так не делил бы этот поток. Но просто говорить нужно о том, что это постоянно меняющаяся структура. И есть месяца, когда... Я слышал, ребята рассказывали, абсолютно правильно, так скажем. Мы встраиваемся в поток. Гостиница не формирует поток и не будет его формировать никогда. Люди не ездят в города по причине того, что там построили Мариотт. Вот какая невидость какая-то. Построили Мариотт и все рванули в этот город. С какого перепугать? Люди ездят в отели с конкретными целями. И отель не является целью поездки. В любом случае. И я не могу, будучи артельером, формировать этот туристический поток. Я встраиваюсь в него. И вот я вот слушал, сейчас действительно есть некие ожидания от Чемпионата мира по футболу. Но у меня истерии по этому поводу нет, потому что на самом деле нет ничего хуже, как вот такое разовое мероприятие, где больше неизвестных, чем известных факторов на самом деле. Для меня, например, для отельера Чемпионата мира по футболу это некая дополнительная зона риска. Даже не зона риска в коммерческом формате, приедут, не приедут, а зона риска со стороны любимого государства. Потому что Кубок Конфедерации, как некая лакмусовая бумажка, показала, что изнасиловать могут за все. Приход Роспотребнадзора в таком формате хочется даже просто отказаться. Всего сказать, ребята, вы еще ничего не дали. И неизвестно, что я получу в итоге того, что я попал в список этих аккредитованных отелей. Я не знаю, что будет. Наверное, что-то будет хорошее. И цена вроде бы нормальная. Вопрос, никто не знает, как это будет. Опыт проведения Олимпиады достаточно показательный на самом деле. Спрогнозировать поведенческую модель даже клиента в отеле крайне сложный. Отель зарабатывает в любом случае, в первую очередь, на номерном фонде. Все остальное, все, что касается доходного потока, других, так сказать, другие опции, у клиента есть выбор. В любом случае. И та же Олимпиада, когда я в рамках подготовки к Олимпиаде управлял отелем «Феймери Лук», в то время назывался «Иван». Я могу сказать о том, что у нас была огромная подготовительная работа, связанная с тем, что там были очень большие ограничения. Проект, завоз продуктов, на который был очень ограничен. И поэтому мы начали готовиться к этой истерике, чтобы непосредственно к операционной части, так как отели вводились в эксплуатацию, последний корпус был введен дня за три до начала Олимпиады, числа 4-го, наверное, февраля, я предполагаю, а может 5-го. Я сейчас точно не могу вспомнить, это была катастрофическая вещь, 12 корпусов гостиницы начали вводиться с 17 сентября 2013 года и закончили 4 февраля, если я не ошибаюсь. Ну, дело не в этом. Материнская кухня и подготовка по продуктам была такова, что мы готовили все в полуфабрикатах. Из расчета, могу сказать, было слеплено только 6 тонн пельменей было сделано самолепно для того, чтобы каким-то образом это обеспечить хозяйство. Но парадокс заключался в том, что, как бы мы там ни извращались, они ели все бургеры. То есть ты можешь говорить все, что хочешь, удивить его национальной кухней. Вот он привык есть бургеры, картофель фри, вот он его и ест на самом деле. Где-то, может быть, в другом месте, в рамках какого-то другого формата он был готов к питанию в чем-то другом, в любом случае. Поэтому я на сегодняшний день все-таки говорю о том, что отель встраивается, отель ищет свои возможности. И, безусловно, я говорил не про не туристические регионы, а период низкой загрузки. Поднять доходность любого предприятия можно в период, когда у тебя все хорошо, а только тогда, когда у тебя все плохо. Что развивать то, что хорошо? Это некоторые менеджеры приходят и начинают с того, что давайте я вам сейчас расскажу, как вам надо работать. И начинают с самых сладких вещей. Ну, не надо мне рассказать про сладкое. Я вам сам все про это расскажу. Вопрос-то это о том, что ты начинаешь смотреть, где ты недобираешь. Недоборы бывают абсолютно во всем. И понятное дело, что нет ни одного одинакого региона. И коллеги говорили, что там тот же Дальний Восток, прирост идет большущий. И Забайкалий может быть в какой-то степени. На самом деле, причину, то есть работая с событийным календарем каждого региона, нужно, собственно говоря, его анализировать вдоль и поперек. Другого пути не существует. Не нужно отсеивать формат того, куда двигается мир. Ну, киберспорт, наверное, какой-то есть. Ну, наверное, да. Я не удивлюсь, что киберспорт скоро уйдет в формат, что они из комок будут находясь у себя дома, будут заниматься киберспортом. И будут определять чемпионы, на самом деле. Зачем для этого куда-то ездить, по большому счету. Уж если, так скажем, говорить о том, что насколько... То есть калиф на час, это безусловно. То есть есть традиционные виды туризма, которых никто никогда не обменит. И никогда не будет киберспорт спортом номер один, и не будет такая популярность, как у того же, так скажем, футбола в общеевропейском формате, на самом деле. Просто не будет и все. Потому что построено все по-другому. Есть ценности, которые более долговечные. Я не говорю, что футбол это ценность. Я говорю о том, что есть некоторые натоптанные дорожки, которые, собственно говоря, нужно топтать и дальше. А что-то будет приходить, что-то будет отваливаться, что-то будет популярно, что-то будет менее популярно. В любом случае мы с этим сталкиваемся. Я сейчас активно занимаюсь, собственно говоря, рассматриваю возможность анализа, как компании пытаются купить номера и все остальное, услуги, с помощью торговых площадок. Опять-таки, это надо электронные площадки, нужно отслеживать. Требует это время? Безусловно, требует. Потому что нет ничего более ценного для ательера, чем клиент, у которого есть группа какая-то. По большому счету, ума много не надо грузиться через Букинг, через Экспедиу, через другие онлайн-площадки. Это, наверное, добирать этим надо. Добирать надо. Но это, а, большая зона риска, б, низкая маржинальность. Хотя, опять-таки, тоже не факт. Настолько все крайне сложно в этой математической модели. И когда мне говорят о том, что, а как вы там все это планируете? Я закладываюсь всегда в доходном потоке очень, как сказать, консервативно. Я лучше лишнее заработаю. И очень оптимально с точки зрения расхода. Изначально я режу все расходы в отельном бизнесе. По причине того, что у меня сейчас идет этап бюджетирования. Я могу сказать, даже страшно смотреть, сколько поборов, сборов, налогов, технических обслуживаний. То, что необходимо по всем регламентам. Их настолько огромное количество, что когда туроператоры говорят, давайте разделим риски. Да я не могу разделить риски. В моем бизнесе, на самом деле, если разделить доходы, точнее, расходы разделить на две большие группы. Условно-постоянные и условно-переменные. У меня 80% расходов условно-постоянных. Это те, которые не зависят от доходов. Ну, вообще не зависят. Есть у меня клиенты, нет у меня клиенты. За техобслуживание лифта надо заплатить. Налог на имущество надо заплатить. Отапливать это помещение, есть у кто-то или нет, все равно надо. И только 20% расходов, привязанных к доходному потоку. Посиделся человек, спустил воду в унитазе, так скажем. Вот чуть-чуть больше завода ушло. Пришел он, собственно говоря, включил телевизор. Чуть-чуть больше ушло, так скажем, электричество. Это копейки. Это вообще ни о чем. И поэтому в этой истории крайне сложно разделить вот эти риски. И когда я формирую потоки в формате, так скажем, что лучше, иметь китайского туриста за смешные деньги, либо искать виртуального и бороться за какого-то такого, который вдруг попрет. У которого АДР будет там в три раза выше. Не знаю. Я смотрю в данном случае в зависимости от моих договорных отношений. Либо это управление, это один подход. Тогда я начинаю, собственно говоря, беречь то имущество, которое у меня есть. Если, так скажем, тогда я лучше пойду на более низкую загрузку с более высоким АДРом, чем пойду, так скажем, исключительно в формате добиться какого-то огромного рифпара. Так скажем, не огромного, а разумного, зато постоянного. Китайские туристические цепочки – это классная вещь при условии, если ты, собственно говоря, с ними правильно работаешь. Они дают огромный денежный поток. Вопрос другой, что объект убивается, и что другие рядом с ними жить не могут. Это тоже правда. И поэтому любой отель, находящийся в любом регионе, должен себя не обмануть. Он должен себя признать одно. А если тебя построили, и ты кому-то здесь нужен, значит, ты должен встроиться в этот поток. Ты не можешь сформировать поток, потому что ты не являешься целью посещения этого региона. Ты всего лишь навсего койка. Койка. Хорошая. Суперхорошая. Плохая. Я не видел ни одного нормального человека, который путешествует, чтобы просто пожить на какой-то кровати, так скажем, поспать. Он едет в город с другой целью. Посмотреть футбол, погулять, так скажем, поклониться святым мощам. Я уж не знаю. У каждого свои цели. Столько людей, столько разнообразных, так скажем, подходов, что отель не может быть туристический, либо нетуристический. Он ищет своего клиента и пытается предложить в зависимости от вида этого клиента максимально комфортные условия для проживания, в зависимости от того кошелька, на какой он может претендовать. Ты ищешь клиента, ты за него борешься. К великому сожалению, ничего другого нет. Ничего другого. Я просто даже не знаю, как скажем. А эти все событийные мероприятия, ну да, здорово. А уж повлияет на то, чтобы не приехали, да, масса. Начиная от каких-то там, когда Крым был не наш, когда Крым был не наш, то очень часто показывают, что там какой-то птичий грипп напал на птицу, и курица умер в лесе, собственно говоря. И надо на ней ехать. Потом, собственно, существует масса аспектов, которые влияют на загрузку. А как начиналось это лето прекрасно? Июнь-июль не было лета на самом деле, но его не было. А когда оно в августе началось, оно уже поздно вроде бы, так скажем, потому что уже все привыкли к другому. То же самое происходит в горнолыжном бизнесе, какой бы он ни был. Вроде бы май месяц, март месяц хороший месяц, теоретически. Ну, например, люди уже в Подмосковье, если так сказать, те же сорочаны, они, например, уже не готовы. 15 марта настроение веселья уже, уже к майским праздникам, к шашлыкам дело идет. Он не поедет, он психологически не готов. Здесь тема психологии, здесь поиск вот этого клиентского потока крайне сложный. Поэтому отельеры в любом случае на сегодняшний день, рассматривая любые каналы, хватаются за абсолютно, так скажем, ну, наверное, за все. Только нужно найти ту нишу, и на чем ты сделаешь упор. 40 номеров в центре Москвы можно нагрузить только с помощью онлайна. У меня есть в портфеле проект по Владивостоке. Я когда на него смотрю, собственно говоря, я просто, знаете, как удивляюсь. Такого не бывает. У меня АДР совпадает с РИФПАР. В течение года загрузка по отелю 99%. Я не вру. И фактически 92% это онлайн. Хоть по идее нужно убить онлайн как класс, сказать, типа, нет, мы перейдем сейчас в корпоративную. А вопрос для чего? Собственно говоря, если сейчас текущая рыночная ситуация позволяет, и моя математическая модель позволяет мне жить в этом формате, то я пойду по нему. Когда я разговариваю с специалистами, например, от Эльвега, отдел продаж порядка 30 человек. Чтобы заполнить эту махину, нужно иметь 30 человек в продажах. А если ты грузишься через онлайн и просто занимаешься некой математической моделью, с точки зрения правильного выставления цены, глубины ее, так скажем, меняешь цены там каждые 5-10 минут с помощью компьютерной программы, то тебе достаточно иметь одного человека, двух человек, которые будут, собственно говоря, просто в некой истории, связанной с компьютером. Экономия на персонале – это огромная тема. Дело в том, что в структуре гостиницы понятие лейбор-кост, отратный персонал, если переложить на выручку, находится в диапазоне 25-40% от выручки. Веда в том, что бизнес зависит от этих людей. Горничную не уволишь, рецепшн, хочешь не хочешь, она там должна стоять опять-таки, кто-то должен какие-то подкручивать гайки, болты. И, понимаете, вся печаль заключается в огромном количестве людей. Нет ничего хуже – это самая большая зона риска. Мало того, что если ты вырастил классного специалиста, его тупо перекупят. Есть такая проблема? Да, конечно. Чего изобретать велосипед? Он, люди, наработали базу, построили здесь рядом хороший отель, узнали, кто здесь главный по продажу, приди его перекупи. Шикарный формат. Потому что ничего не надо делать. А клиентская группа, она же формируется с локацией. Если они ездят сюда, и эта клиентская группа сформирована, значит, она сформирована по причине того, что людям комфортно здесь находиться. Никто же не покупает себе гостиницу в месте, где ему неудобно будет. Потому что в гостинице самое главное – это расположение. Больше ничего. А дальше уже соизмеримость. И что бы я ни делал, так скажем, туристически, нетуристически. Поэтому, когда мне Дмитрий Вячеслав предложил, собственно говоря, выступить по нетуристическим, так скажем, регионам, я говорю, ну, не бывает таких. Либо тогда надо просто гостиницу закрыть, перевезти во что-то другое. Ну, в тюрьму, к примеру, там, еще в какое-то светлое подразделение, так скажем. Я не знаю, по большому счету, по-разному можно, так скажем. Кто-то бредит какими-то вещами, там, строили офисы, поняли, что офисы не заполнены. Давайте переделаем в отели, так скажем. А то, что это огромные затраты, и то, что построено по конфигурации под офисы, изначально не может быть отелем, либо будут огромные потери площадей, огромные, ну, потому что, на самом деле, там квадратно-гнездовой способ в любом случае присутствует в отельном бизнесе. Потому что нельзя отель, который имеет из 100 номеров 15 или 20 категорий, потому что они построены по-разному, даже продавать тяжело. Ну, просто тяжело, потому что клиент, заплативший примерно одну и ту же цену, заходит к своему другу и говорит, а чего у тебя номер другой? А разберись, кто из них был главный, и как эти ключи выдавались. Просто к вопросу о том, что отель встраивается, и рад любому туроператору, любому новому каналу продаж, и он анализирует, нужно ли ему, так скажем. Это как коктейль. Когда ты берешь стакан, в стакане самое главное, чтобы стакан был полон. А дальше ты смотришь, что этот слой самый вкусный, он самый сладкий, у него самая низкая себестоимость. Это продаваться от стойки, через собственные сайты и так далее. Все это в теории звучит здорово. Только вы раскрутите свой сайт, чтобы он оказался таким, чтобы все поехали и просто мечтали рвануть к вам. Это же сколько надо потратить всем в оптимизацию, чтобы оно там так сработало. А просто стоит ли это? Другие вложатся, появятся новые технологии. Поэтому первоначально нужно заполнить отель. Когда ты заполняешь отель, ты уже начинаешь работать с этими слоями. А путь к другую сторону, наверное, имеет место при условии, если вы действительно смогли найти горничных, которых, когда вы набирали на работу, сказали, что, дорогая, у тебя оклада нет. Ты ходишь на работу и получаешь зарплату от отработанного времени. Ну, потому что если отель пустой, то мы тебя не приглашаем. Вы будете убирать номера сами, по большому счету. То же самое произойдет с бухгалтером, которого вы посадите на мотивирующую заработную плату, которая будет завязана на результат. Какое отношение имеет бухгалтер к формированию финансовых результатов? Она может его отражать правильно, может не отражать неправильно и так далее. У нее другой кипярь. Абсолютно другой. И поэтому, учитывая, что процентов 60-70 людей в принципе не влияет на результат, то мы имеем то, что имеем. Как может ресторан отеля выдержать конкуренцию с ресторанами, которые расположены в городе? Да крайне сложно, на самом деле. Должен быть добротный завтрак, по завтраку да. Есть спортивный сегмент. Я люблю спортивный сегмент по причине того, что иногда у спортсменов есть ограничения по проживанию, а по питанию, как правило, меньше ограничений в денежном эквиваленте. Ну, потому что так, их же надо кормить, они же спортсмены на самом деле. Как он будет спать, это второй вопрос. А как он будет есть, это важнее. И поэтому формат работы с каждым из этих сегментов, он разный. Опять-таки, мы радуемся, когда у нас в Мордовии играла в высшие лиги, так скажем, в премьер-лиги, потом она упала в ФПЛ. Теперь она где-то там в любительском, какой-то там третьей лиге, наверное, бегает опять-таки. Понятное дело, что к ней теперь приезжает команда не уровня «Зенита», которые могли себе позволить, а приезжает другая команда, у которой нет бюджета. Понятное дело, так скажем, что в этой истории мы сталкиваемся, что происходит замещение выбора этого клиентского потока. Безусловно, мы ожидаем и чемпионат мира, и другие событий и мероприятия. Каждый отель встраивается. Есть у меня объекты, которые являются жутко экономными. Зачем жутко экономный сегмент пытаться привлечь тех, которые после этого оставят самый негативный отзыв? Знаете свое место. Если ездите на «Жигулях», так и ездите на «Жигулях». Так не надо называть, что это «Феррари». Исходя из этого, так скажем, все и построено. Введение клиента, так скажем, в некий обман с 7-минутной выгодой приводит к большим проблемам. Поэтому выбирайте детский спорт, отслеживая эту тему. Да, потом детский спорт тоже, все хорошо, пока там автобус не врезался, так где-то в Паттимансийском округе. Сразу ограничивается детский туризм, вносится огромное количество ограничений. С этим проблемы. Начинается какой-то турнир. Я, например, не знал, что дети в 23 часа не могут ездить на автобусе, так скажем, для меня было откровение. Оказывается, там у нас мероприятие проходило в Крокусе, там танцевали что-то, и что-то затянулось, там призывы обручали позже. По-пластунски ползли, чтобы завести, так скажем. Впереди ехали свои, чтобы не было доблестных полицейских. Объяснить же невозможно, что произошла проблема, что затянули мероприятие. И, собственно, куда этих детей делать? Хоть останавливайся на дороге, так скажем, и жди, когда наступит утро. А что делать? Вот таких вещей крайне много. Дело в том, что... Я даже не знаю, в режиме, в котором мы находимся, мы сталкиваемся с историей, когда рисков значительно больше, а самое главное, чем хорошо, что я всех их не знаю. Если бы я знал всех их, я перестал бы спать вообще. Когда ко мне кто-то приходит и начинает... То есть я эпизодически где-то так узнаю там, пришли ко мне проверяющие, чуть не закрыли. И сказали, что есть такая система ХАСП. Я про нее ни в ухо ни в рыло, называется на самом деле. А оказывается, в 2013 году англичане внедрили такую штуку, чтобы, собственно говоря, было все хорошо в питании, шикарно. Наши в 2015 году героически это списали. Так скажем, в 2013 списали и дали два года на переход к этому мероприятию. По идее, каждый забегаловка кофейни должны иметь эту систему ХАСП. Оказалось, это не просто качество контроля, это технологическая цепочка. Чуть ли не от момента, как эту курицу начали растить, как ее убили, как ее ко мне привезли, как я ее хранил. То есть я должен сделать логистическую цепочку. Ее даже сам не могу сделать. И когда я одному из чиновников задал этот вопрос, чиновник в лице руководителя Роспотребнадзора Московского, он сказал, такого нет, это рекомендации. Я говорю, за рекомендации не бываешь? Страфов 200 тысяч за первый раз, а второй раз 700 тысяч с закрытием на 90 дней, на всякий случай. Он сказал, не-не-не, рекомендации. Через пару часов перезвонил, извинился, сказал, что да, к сожалению, бывает. Оказывается, надо это делать. Он сам несчастный не знает, что проверяет. Ему так же тяжело. Поэтому шаг за шагом мы приходим к тому, что мы с удовольствием готовы разделить с тороператорами, с агентствами, так скажем, с любыми людьми, так скажем, не просто риски, а в первую очередь доходы. Потому что я еще раз говорю, убить чей-то бизнес по меньшей мере глупо. И я своим, например, коммерсалтам говорю, никогда не воруйте чужого клиента. Хочется украсть у букинга, хочется у группона украсть. Группон же, это ущербность, это же просто ужас. Но если у тебя все плохо, ты и группон берешь, по большому счету. Ты выбираешь для себя стратегию, тебе нужно заполниться. Потому что ничего вот именно без, все настолько прогнозируемо, на него может повлиять что-то, так скажем, да, ухудшить ситуацию. Редко бывает, когда улучшается. Все знают, что после 10 по 15 мая ты можешь лапу сосать, так скажем, в отелях городских, потому что еще не все вернулись, так скажем, а туристы уже уехали. С 10 по 17 января ситуация в Москве хуже, чем с 1 по 10 января, потому что с 1 по 10 января есть турист, школьники приезжают какие-то с родителями что-то посмотреть. А с 10 по 17 еще войско не вернулось, а все остальное уехало. Можно героически, конечно, есть клиентский поток, он определяется количеством рейсов на самолет, как ездят поезда, пароходы ходят, собственно говоря. Все прогнозируемо. В этом плане можно позавидовать аэрофлоту и всем авиакомпаниям, но нет клиентского потока. 10 самолетов в Сочи полетело. В Сочи полетело меньше, полетели в другое место. Куда надо, туда и полетели в конечном итоге. Отель нельзя перенести. Затраты разделить крайне сложно. И звучит все это здорово, что даже в сезонном отеле закрытие и консервации в определенное время все равно это затраты. И достаточно серьезные. А перезапуск это тоже проблема. И проблема того же персонала, качества и так далее. И мы сталкиваемся с историей, когда самые сложные объекты это курортные объекты, наверное, так скажем, и загородные. Крайне сложные. Это, как правило, отель, город, в котором все свое. В котором, в принципе, еще и персонал нужно откуда-то привезти, потому что его рядом нет. И весь персонал за все это время уже 10 раз поменялся, ты его героически уволил и снова принял на работу, потому что другого-то нет. Он не живет там. Вот одно, другое, третье, четвертое, пятое выносит, приходит к таким результатам. Поэтому оцениваем, ищем, радуемся любому клиентскому потоку, соединяем, несоединимое на самом деле, разносим по этажам, понимаем, что это зона риска, понимаем, то есть надо просто взвешивать риски. И это ежедневно, ежедневно, и, к сожалению, другого пути просто нет. Самый безобразный бизнес, какой только может быть. Потому что аренда сдал на 10 лет, и вот он там кто-то живет, кто-то ходит, тебе платит. А тут каждый день новый клиент, непонятно откуда приехал, непонятно с какими взглядами, с какими особенностями и так далее. И ты каждый день за него борешься. И фраза о том, что люди там скажут лояльность и так далее. Лояльность достигается, может быть, в сети. Но опять-таки, такое количество программ лояльности, которые на сегодняшний день создал рынок, в нем просто люди запутались. Путаются и так далее. И вот там он выбирает себе какую-то программу лояльности, и вот по ней идет. Ну, наверное, да. Поэтому всякие, рады любой идее, любому, так скажем, любой кипиш, так скажем, который приводит к результату. Ну, мы действительно считаем. Считаем, что выгодно. И еще раз говорю, самое главное, что на каждом объекте, они в каждой локации, цели, задачи и пути достижения, наверное, разные. Абсолютно разные. Я не видел ни одного объекта в своей практике, который вот так тупо, можно сказать, что вот все одинаково. Да, нет, наверное. Они все по-своему хороши, по-своему трудны. И, наверное, по-своему. И я, например, даже на старом управленческой компании могу сказать о том, что когда люди говорят о том, что мы вам сейчас принесем стандарты, они вам все решат. Они ничего не решат. Абсолютно ничего. Ну, в лучшем случае, что-то стандартизирует в какой-то степени управленческую, отчетную, бухгалтерскую, какой-то, так скажем, что-то вам навяжут обязательно, потому что это все-таки стандарт какой-то. Но не более того. Потому что в конечном итоге грузить отель в Саранске, как ни странно, из Москвы тяжело. Его надо грузить из Саранска, как правило. Отель во Владивостоке надо грузить из Владивостока. Конечно, хорошо, когда есть какие-то другие, так скажем, возможности. И эта попытка раздуть из сели, что мы можем это сделать по-другому, не можете, потому что в любом случае онлайн, это через интернет продвигайте, пожалуйста. А если разговор идет о том, кто-то планирует мероприятие, кто-то участвует в разработке, это все равно проходит в той локации, в которой это есть. Либо ты отслеживаешь тех организаторов мероприятий, будь то Росконгресс во время Владивостокского форума и так далее. Да, ты работаешь с организаторами, но в любом случае площадка сама себя продает, площадка сама выстраивает, потому что, ну, на сегодняшний день вот это, так скажем, увлечение укропнением и попытка создать дополнительных топ-менеджеров, которые говорят, что я управляю там 10 отелями, я региональный директор, ну, в рамках одной даже Москвы тяжело управлять регионально, на самом деле, потому что решения принимаются ежедневно. И цена номеров в каждой гостинице в зависимости от локации абсолютно разная. И то, что вот сегодня в Веге стопроцентная загрузка, шикарная, а на прошлой неделе ее не было стопроцентной, так скажем. И опять-таки к вопросу о том, что гостиница встраивается, ищет, и еще раз говорю, учитывая, что в гостиничном бизнесе основное все-таки это тарифная политика, политика продаж, цена же на гостиницу разнится на один и тот же номер, но процентов на 300 по году, на 400, то есть у меня есть разница в цене в 4 раза, в зависимости от события. Я уж не говорю про пример компании ГОСТ, нарисована, так там, когда экономический форум в Сочи был, когда он проходил еще в этом, в районе Жемчужины, там, в Зимнем театре, так цена номера вырастала в 10 раз. Самый дешевый номер был 370 тысяч, самый дорогой миллион 750, и минимум 3 дня, то есть пакетная продажа. Ну, я к вопросу о том, что, а в период, когда была зима, этот номер стоил 15 тысяч рублей, ну, тоже правда, и, и когда жил господин Якушев, он платил за номер, не жил в нем, а просто арендовал номер на год, 12 миллионов платил просто, приезжал иногда, то есть это у него долгосрочное, это, скажем, длительное проживание, при условии, что если разложить бы, сдавать этот номер по-другому, он бы, теоретически приносил бы не миллион в месяц, а миллиона два, но гостинице со средней загрузкой в 40%, в 45% по году было выгодно сдавать его с 50% дисконту, это математика, ничего более, все упирается в формат, что вы хотите добиться, в любом случае, клиент на улице не валяется, и на сегодняшний день, наверное, тот период, когда в 2008 году гостиница могла себе позволить там отказаться, какого-то там были 5% или 10% комиссии, это много, и так далее, глубина бронирования в Москве существовала, сейчас нет глубины бронирования, если у тебя нет туристической цепочки, а-ля Китай, Корея, Индия, там, Иран и тому подобное, то, в принципе, ты живешь как на пороховой бочке, ты входишь в неделю фактически пустой, ну, там, 30%, в пятницу ты сможешь на следующей неделе 30%, заканчиваешь неделю с 80%, 85%, но, опять-таки, это правда, и, опять-таки, что с этим поделать, нравится так работать? Конечно, не нравится, это постоянный некий стресс, истерий, а может упасть, а может понизить цену, а может, и понятное дело, что мы смотрим на определенную глубину и понимаем, что есть даты, когда будет совсем все плохо, но оно все равно видно в календаре, открыл календарь и расстроился, если в этом году 8 марта как привок в душу в среду было, то есть это из серии, вот, не из-за того, что там люблю поздравлять женщин, а из-за того, что, так скажем, как любой мужчина переживает трагически эту дату, на самом деле, но в любом случае по бизнесу развалилось все, вторник, короткий рабочий день, в четверг командировку не попрутся, в итоге вся неделя была убита, смотришь длинные выходные, соответственно, формируешь пакет, безусловно, мы работаем в этом формате, ничего, так скажем, умного нет, кроме как анализа производственного календаря, событийного календаря с придумыванием каких-то бестолковых акций и так далее, все эти акции, все эти промоушены, это попытка отдела продаж или отдела маркетинга придумать и высосать из пальца свою необходимость, ну, в любом случае, то есть, вот, что бы ни говорили, так скажем, если проанализировать все успешность этих акций, они так скажут, ну, пускай хоть что-то делают, чтобы им было не скучно, не знаю, что вам еще сказать, просто мне трудно сказать вашу аудиторию, поэтому готов ответить, может быть, я случайно попал в какую-то больную тему, поэтому, пожалуйста. Я же только что сказал, что я начинаю с того, что в любом случае есть понятие статистика, если объект находится на рынке не первый день. Это раз. Не, ну, надо быть идиотом, чтобы взять просто так спонталыку и сказать, у меня есть один пример сотрудничества с одним западным оператором, не буду называть его, чтобы не оскорблять, потому что все знают, что я очень не люблю западных операторов, по причине несовпадения наших взглядов на, так скажем, подход к рынку, пришел западный оператор и говорит, вот на том объекте, к которому я имел какое-то отношение, предположим, не буду его называть, чтобы не вычтенить оператора, мы придем и загрузка вырастет на 11%. Шикарно. Ну, сразу восторг. Он же это докладывает, так скажем. А средняя цена станет, АДР, станет 6500. А было 2000. Я говорю, это из-за того, что Брэд повесит? Да. Насколько надо быть тупорылым, чтобы попытаться попытаться в той истории, где находишься, подумать, что это так влияет. Ничего не изменится. Вот реально ничего, так скажем. От этого же объект не станет категорически лучше. Постель не изменится, еще не изменится, завтрак не изменится. Ничего не изменится. Это как надо быть зомбированным? Это на какие мероприятия надо ходить и что нюхать, чтобы к этому прийти. Потому что это называется коллективная безответственность. А дальше он говорит потрясающую вещь владельцам. Но вы поймите правильно, это если управляющая компания, которая будет работать по франшизе, будет адекватна. То есть тем самым он перекладывает на меня эти риски. Он на три раза все умножил, добавил, разделил и клево. Я говорю, а можно в качестве эксперимента я отползаю в сторону на промежуток времени, даю все. Хочешь справа, хочешь слева, хочешь по-французски, мне нет разницы как. То есть мы найдем способ, чтобы тебе было хорошо. И ты добьешься этого результата. Глубины бронирования нет никакого. То есть если ты говоришь о том, что глубины бронирования нет ни у кого, в принципе опять-таки, все входят так. То есть ты должен совершить подвиг прям завтра. Неделю на разбег, две, месяц, два. Либо ты говоришь, что через три года жизнь наладится, так три года надо еще прожить. К тому времени построят кучу других отелей, Трампа снимут, Путин будет очередной раз, может быть, и так далее. Понимаете, я не представляю, как можно так закладываться. Как эти люди, которые либо ты совсем ничего не понимаешь, либо у тебя цель другая. То есть это не норрлд, надо обосновать. Ничего не надо. На самом деле, понимаете, вся беда заключается в том, что вот эта ущербность этих банков, так скажем, которые говорят о том, что давайте, чтобы это был западный бренд, тогда мы вам дадим кредиты и тому подобное. Утопия. Утопия просто. Дело в том, что никто же не считает те расходы, которые они приносят. Зарплаты этого топ-менеджера, у меня тут есть одна знакомая сейчас пришла в одну известную компанию, на один известный объект, и когда я говорю, а ты в курсе, сколько предшественных зарабатывал, которые мы недавно сняли? Она говорит, я когда узнала, расстроилась, что согласилась на новое условие. Просто. Он отель, наверное, полтора дня работал на то, чтобы его купить. Ну, как минимум, на самом деле. Потому что, опять-таки, а дальше начинается другая история. Дело в том, что вот этот все бизнес-планирование в отель же втекает, ну, вот этих несчастных три ручейка денег. Один ручеек дохода от номерного фонда, второй от питания, третий, собственно говоря, от чего-то прочего там. И не надо себя тешить иллюзии, что спа, там, аренда и тому подобное. Ну, в структуре дохода в любом случае, если отель более-менее правильный, 65% дает доход номерного фонда. Это наиболее рентабельное ЦФО в рамках, так скажем, финансовой отчетности. Потому что там себестоимость формируется немножко по-другому, персонала меньше обслуживающего, и нет таких затрат, как тот же фудкост, где там 30%. Это еще 30% фудкост, при условии, если это Москва. А идите в фудкост 30% сделать и в Хакасии, вот там у гостей есть отель. Вы это пиво с наценкой в четыре конца будете пить сами. Они его привезут с собой и еще будут смеяться, так скажем, и правильно сделать. Все это звучит здорово. Просто на самом деле настолько все по-разному, настолько все непросто, настолько я уж там не говорю про какое-то налогообложение, изменяющее кадастровые стоимости объектов, кадастровая стоимость земли, как этому отелю несчастному судиться с правительством Москвы, которое переоценку проводит на самом деле. Это же ты вначале заплати, а потом через два года отсудишься, тебе зачтут то, что ты заплатил раньше, но это просто катастрофа на самом деле. Но, в принципе, инвестиционный климат создан хороший, плитка меняется, клиентов есть где гулять, собственно говоря, они теперь гуляют по Москве, восторгаются, ездят на велосипедах, гастарбайтеры, я видел, так скажу, они перемещаются, так скажем, обслуживают. Поэтому, в принципе, все создано для того, чтобы гулять. Жду зиму, хочу увидеть садовое кольцо зимой при минус 10, так скажем, как оно будет выглядеть прекрасно, какой будет там трафик. Это, наверное, Елисейские поля, самый загруженный сезон. Посмотрим. Просто на самом деле крайне сложно, как будут выживать эти небольшие кафешки, которые раньше хоть предполагали на что-то, где-то можно было припарковаться и так далее. Сейчас даже если пить не будешь, машину бросить негде, и кофе станет золотым с той ценой, которую, собственно говоря, там 200 рублей еще, так скажем, эвакуируют. Поэтому, в принципе, все здорово. Даже трезвость нормы жизни не помогает. Поэтому нет, конечно, я изначально смотрю на цифры, которые есть и пытаюсь каким-то образом никогда не ставлю сейчас задачу поднять доходный поток в рамках инфляции. То есть даже это не делаем. Тупо сказать, а давайте сделаем коэффициент дефлятор применим, а давайте вот еще что-то. Это все звучит клево. Супер. Каждый день смотрю, рядом строятся отели, и там Собянин говорит о том, что мы еще введем 30 штук, и клиентов на всех хватит. Где хватит? Но он живет в другом городе, судя по всему, так скажем, и формирует свое мнение как-то по-другому. У каждого свое счастье. Вот так вот. Спасибо. 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 Спасибо.